Я буду тут жить совершенно один и ночевать как минимум 7 ночей. И так, друзья, мне пришлось убраться, навести некий порядок. Убрался я для комфортного проживания в этом доме. Собственно, что происходит и что я буду делать, расскажу чуть-чуть позже после того, как я возьму все оборудование с машины и другие вещи. На этот раз я хочу провести необычный эксперимент. Дело в том, что мне написал парень, зовут его Илья. В прошлом такой же искатель приключений, как и я. Они с компанией часто путешествовали по заброшенным местам. В основном это были обычные заброшенные дома, здания, объекты, не связанные с мистическим прошлым. Они просто жили в них неделями, один раз даже чуть больше месяца. Но однажды случилось то, из-за чего они навсегда прекратили этим заниматься. Они уже несколько дней ночевали в глуши. Посреди ночи их разбудил крик. Крик их друга. Он спал и кричал. Он разбудил всех, но сам не просыпался. Он был горячим, словно у него была очень высокая температура тела. Но потом он сказал слова. Слова не своим голосом, чужим страшным голосом. Он сказал «Я заберу вас в ад». Потом он проснулся, словно ничего не произошло, не понимая, почему все стоят вокруг него. Он рассказал, что ему ничего не снилось и чувствует себя хорошо. Но все были перепуганы. Через несколько часов всем все-таки снова удалось заснуть. Но проснувшись утром, они не обнаружили парня, который кричал во сне в спальном мешке. Они нашли его неподалеку от дома. Лежащим в траве. Как он там оказался, он не смог рассказать. Естественно, после этого случая они решили покинуть этот дом. Поехали в город, каждый к себе домой. Но парень, который кричал во сне, замкнулся в себе и не хотел ни с кем общаться. А месяц спустя он спрыгнул с балкона девятого этажа. Этот случай настолько их шокировал, что компания больше никогда не собиралась вместе для того, чтобы переночевать в заброшенных домах. У меня далеко ординаты. И как видите, я нашел этот дом. Несмотря на то, что компания Ильи была здесь достаточно давно, в нем еще можно переночевать. Я подробно расспросил Илью о возможных проявлениях мистики в этом доме, когда они тут были. О движении предметов или о других паранормальных вещах. Он сказал, что пару ночей он просыпался до этого и слышал, как его друг шепчет. Но не обратил на это должного внимания, так как он сказал пару неразборчивых фраз и замолчал. Больше ничего не было, кроме того ужасного случая с его другом той ночью. Собственно, поэтому я решил отойти от традиций и взять в этот дом по минимуму оборудование. На этот раз я хочу испытать то, что происходило здесь с другом Ильи. Я буду тут жить совершенно один и ночевать как минимум 7 ночей. Сегодня первая ночь. Итак, друзья, в целях безопасности у меня ружье. На всякий случай, потому что в доме собираюсь ночевать и буду использовать два спальных мешка. То есть на одном лежать, а вторым укрываться. Это даст мне возможность очень быстро покинуть спальное место, если вдруг что-то будет происходить. Также я установил часы, они будут постоянно показывать время. Здесь еще все не до конца готово, но здесь планируется кухня, но еще лежит некоторое пока оборудование. Там я не убирался. Итак, друзья, время 0.40. Моя первая ночь в этом доме. Не скажу, что мне страшно. Единственное, что я боюсь, что может что-то случиться именно ночью, кто-то прийти или что-то еще. Потому что у меня машина оставлена не так далеко от дома. По ощущениям, я здесь в принципе не чувствую ничего. Ничего нет ни нагнетающего, ни болит голова, ни вообще ничего. Как будто я в обычном деревенском доме. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Первая ночь, я ложусь спать. И они сходили вместе с ним. Вечер по большинству птицу. Я сидел на черном кругу, изможденный, измазанный с нос до головы. Смотрел, как солнце садится в черную воду, и мне казалось, что настал конец света. Продолжение следует... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Я думаю пока завершить эту ночь. Возможно днём я ещё посплю, но оставлю заряд аккумуляторов именно на ночь, на следующую. В данный момент мной пока ничего не обнаружено. Я буду пробую экспериментировать, но я не знаю, что ничего не произошло, но я проснулся и не знал, что ночью очень сильно ворочался. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Желтый и глаза. На утро я не помнил, чтобы мне что-то снилось. И пересмотреть материал я так же не мог. Это очень затратно для аккумуляторов. А я хочу напомнить, должен был там пробыть 7 дней, 7 суток. Но если бы я знал, что происходило этой и последующими ночами, я бы уехал в первый же день. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девчур 1 Девчур 1 Девчур 2 Девчур 1 Как я отсидел на кровати целых десять минут, с утра я этого тоже не помнил. Мне казалось, что я отоспал от начала ночи до самого утра. Около 10 минут я просто сидел и смотрел вперёд, но по сравнению со следующей ночью это показалось безобидным. В первое время всё будет хорошо, но скоро возникнет дефицит всех продуктов, за исключением основных. Вам понадобится все чаще и чаще мог ВЛОДСИ читать не свяжемыми её взглядами. Сейчас он читал это тем, что отказом участия в слушаниях не может являться частью плана отвернувшихся, потому что надзорная функция СОН стоит выше, чем индивидуальные программы отвернувшихся. Итак, друзья, время 22.15, планируется третья ночь. К сожалению, в моем прожекторе кончился аккумулятор, заряд, поэтому приходится светить таким фонариком и телефоном. Сейчас думаю немного перекусить и ложиться спать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, сегодня третья ночь. Встал немного поздно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Холоднее, поэтому сегодня буду спать на жилетке. Ложусь сегодня пораньше, но так как я устал на протяжении этих двух суток, ложусь сегодня в это время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok При просмотре кадров с третьей ночи они меня повергли в шок. Я реально испугался. Я сидел 40 минут и смотрел по сторонам. Но самое страшное то, что что-то случилось с моими глазами. Будто какая-то пленка, пелена на моих глазах. Вот так мои глаза выглядят вечером. А так они выглядели ночью. Но самое главное, что и этого я так же не помнил. Для меня пребывание было в этом доме так же само, как дома. Ничего не происходило. И на следующую ночь я узнал, что со мной реально что-то происходит. Итак, друзья, время 23.38. Четвертая ночь. По-прежнему ничего не произошло. По-прежнему ничего не произошло. По-прежнему ничего не произошло. По-прежнему ничего не произошло. Продолжение следует... Я не знаю как это рассказать, на протяжении 3 ночи ровным счетом ничего не происходило, но на 4 ночь, точнее после, на утро. Сегодня утром я проснулся в коридоре этого дома, в коридоре там, лежащем на полу. Это означает, что я ходил во сне, но со мной раньше никогда такого не было. Это еще подтверждает рассказ Ильи о его друге. С одной стороны мне очень страшно, со мной раньше никогда такого не было. Но с другой я не знаю может ли это повторится. История Ильи, его компании, кончилась на первой ночи. То есть когда человек пошел куда-то. Я сегодня тоже пошел. Я думаю, я попробую остаться еще на ночь на одном. Но на этот раз на всякий случай прикреплю к себе камеру ночного видения к своему телу. КОНЕЦ Оказалось еще одним шокирующим открытием Хабло 2. Человечество встретится с трисолерианскими объектами раньше, чем ожидалось. Даже если это всего лишь 10 небольших зонтов. Их сил. Затем поработаешь над другими родами войск. Как можно скорее под... ...стал прогуливаться вдоль коридора. Его мысли непроизвольно вернулись к саду Эдема. Озер и заснеженные вершины. Теперь он знал, как это место называется на самом деле. Конечно, друзья, очень страшно ложиться спать. Но как за той чертой еще никто не был. Сейчас я имею в виду друга Ильи. После того, как он первый раз пошел во сне, то и ночью. Они сразу уехали. Я же хочу попробовать переночевать еще одну ночь после моего первого похода. На этот случай, если же такое сегодня снова произойдет, я повесил себе камеру на грудь с целью заснять хоть что-то. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...